В Берлине целый жилой квартал поместили на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Несколько сотен человек обязали не покидать свои квартиры. Всего же в Германии зарегистрировано два крупных очага заражения. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Шолпан Найманбаева. Мы находимся на юге Берлина, в районе Нойкёльн. Именно здесь произошла вспышка коронавирусной инфекции. В данный момент жильцов семи многоквартирных домов или, другими словами, 360 квартир перевели в режим самоизоляции. По последним данным, коронавирус уже подтвержден у 70 человек. Среди инфицированных есть как взрослые, так и дети. Медики уверены, что зараженных намного больше. Добавлю, в этих домах проживают преимущественно мигранты и чаще всего большими семьями. Отмечу, квартал сейчас на карантине. Жителям строго-настрого запрещено покидать свои дома. Вирус распространяется невероятно быстро. В какой-то момент мы осознали, что заражены целые жилые массивы. И нам нужно поместить их на карантин. Также мы узнали, что в этих домах экстремальные жилищные условия. Иногда в двухкомнатной квартире проживает до 8 человек. Поэтому нам особенно тяжело создавать для них карантинные условия. Это большой вызов, с которым мы столкнулись. Поэтому работать в этой ситуации тяжело. Еще одна вспышка зарегистрирована на мясоперерабатывающем заводе в регионе Северной Рейн-Вестфалии. А там зараженных намного больше, чем в Берлине. Вирус подтвержден у 650 сотрудников. У большинства нет симптомов. Но все же всех отправили на домашний карантин, который продлится две недели. Между тем, компании тестируют остальных работников. Медики подозревают, что сотрудники мясокомбината не соблюдали социальную дистанцию. И именно по этой причине произошла вспышка. Отмечу, в районе, где расположено предприятие, в целях безопасности закрыли школу и садики. Отмечу, проработать они успели всего два дня после снятия карантина. Шулпана Иманбаева, Милослав Авиновский, Хабар, 24, Германия.